У нас постановление о производстве вашего привода. Вы проследите с нами добровольно или принудительно? Ну вот, что за церковь? У нас совещание. Мы отождаем вопросы. Что вы с вами вообще разговариваете? Ну что за церковь? Заместитель председателя комитета по строительству, промышленности, транспорту и дорожному хозяйству Законодательного собрания Ульяновской области. А по совместительству владелец 99,89% имущества компании Vita Real Estate, зарегистрированный в Москве и занимающийся покупкой и продажей собственного недвижимого имущества, объяснял в это время димитровским чиновникам и обманутым дольщикам, почему четыре года подряд не удается сдать жилой дом в деревне Удина. Задержание депутата в статусе свидетеля для привлечения его к даче показаний стало для Шайдулина неожиданным. Это же можно сказать и привлок олег депутатов регионального ЗАГСа. Я пока конкретики не знаю, но это печальный факт, несмотря ни на что, какой бы фракции человек ни относился, это печальный факт для Законодательного собрания. Я знаю, что проблемы были у Шайдулина, он работает в Подмосковье, в том регионе в основном, сюда к нам наезжает, только иногда на заседание, не всегда, к сожалению. Я об этом слышал. Больше пока ничего сказать не могу, прокомментировать этот факт я не в состоянии. В данном случае, если говорить в целом, так сказать, там виновен кто-то, невиновен, действует всегда с точки зрения Конституции, значит, презумпция невиновности. Пока нет решения суда, любой человек Российской Федерации, депутат ли он, не депутат, значит, его нельзя считать обвиняемым, значит, или виновным в тех или иных вопросах. Идет, видимо, разбирательство, идет, соответственно, разбор ситуации, и если будет решение суда, тогда можно будет уже говорить о конечных каких-то вопросах. А на сегодняшний день он такой же депутат, как и все Законодательные собрания, и я надеюсь, качественно выполняет свои обязанности. Прямо из районной администрации застройщика следователи отвезли в Москву для снятия показаний по уголовному делу, связанному с долгостроем Вудина. В отсутствие Шайдулина представитель Дмитровской районной администрации предложил дольщикам свой вариант решения их вопроса.